москва москва гротескное местечко дорогие друзья и местечко это место это наполнено силой и вызывает во мне множественные чувства потому что я самого детства конечно я любил свой родной город всегда любил но испытывал к нему смешанные чувства потому что я понимал что есть в нем что-то страшное взять хотя бы вот этот дом это знаменитый дом на набережной в который селили друзей сталина руководящий состав партии и так далее а потом по ночам приезжали черные воронки говорят еще там вентиляционные шахты какие-то такие что там даже могли эти живые жучки лазить но тогда не было микротехнологий а вот напротив этого дома расположена скульптурная композиция прошу вас обратите внимание называется господи дети под угрозой пороков взрослых как-то так авторство скульптора михаила шемякина открыта композиция была 2 сентября 2001 года в честь 800 летия москвы или скольки там лети вот и тут выставлены друзья все пороки начиная от наркомании проституции воровства алкоголизма и невежества до дальше каких-то уже пороков таких которые не были описаны в в классической литературе и в классической интерпретации ну и как взяли и совместили войну с проституцией вот ну да ладно поговорить я хотел не об этом а о множественных экспериментах которые они проводят над нашей с вами психикой и заглянуть в подмосковье видное где в школе номер 11 вчера или позавчера произошел настоящий какой-то нехороший эксперимент здравствуйте друзья с вами снова я захарыч блаженный подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии загляните в описании этого ролика чтобы поддержать мой труд журналиста сам по себе ну не журналист публицист развлекаю я вас как могу вот и в центре вот этой композиции мы видим мальчика и девочку с завязанными глазами таких маленьких перед такими чудовищными опасностями мира видном в школу в школу номер 11 в течение какого-то времени не пускали родителей не выпускали детей при этом там присутствовали какие-то экстренные службы у себя в сообществе я выложил ролик об этом а где там стоят родители их не впускают и директор выходит и говорит и еще какой-то мужчина прячем лицо в маске как удобно и говорит что проводились какие-то экстренные мероприятия какие мероприятия не уточнять со мероприятия она вообще такое друзья очень широко может трактоваться знаете и все это выглядит достаточно гнусно и тут вспоминается мне история которая произошла в артеке летом этого года насколько я помню как когда тоже там изолировали детей от собственных родителей это вообще по какому такому праву на каком таком основании пойдемте пройдемся с вами немножко от этой зловещей скульптурной композиции господина шемякина которая к слову сказать о окрестных жителей коих здесь немного не встретила одобрения как у широких масс общественности потому что несколько это все отдает такими не очень хорошими делами вот и честно вам скажу вот дети наши особенно дети россии да дети европы дети америки все находятся под гнетом и под некой серьезной угрозой или ощущением угрозы или чего-то такого и детей мало и дети такие трепетные угроз так много и вот они берут и начинают детей для обеспечения собственной безопасности изолировать от их родителей что произошло вчера в видном мне пока доподлинно неизвестно поэтому я спекулировать на этой истории не собираюсь никоим образом но если кто-то из родителей школьников захочет что-то сказать я буду признателен мой номер телефона друзья в описании к этому ролику и в общем такие вот дела вот но доподлинно мне известно одно то что детей изолировали от родителей на какое-то время вот а такого быть не должно в принципе вообще школы да превращены в некие укреп районы с одной стороны да это правильно безопасность дети самые ценные так далее с другой стороны как неожиданно безопасность может превратиться в преграду а защита кандалы что ж эти все дела на самом деле повторюсь очень напоминают мне главное психологическое прощупывание нас с вами и с тем чтобы в дальнейшем воздействовать и видеть какие реакции ожидают их при тех или иных наших действиях вот такие вот дела что же еще раз подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии описание этого ролика подскажет как поддержать мой труд полюбуйтесь там ведутся какие-то работы как мне рассказали раскопки ведутся в множественных местах москвы особенно в центре в историческом центре и в новости проскальзывают события о том как нашли 4 берестяные грамоты там старые старые и все такое сколько же они всего находят и куда это потом девается большой большой секрет что ж доброго денечка друзья